Всем привет! Постепенно канал, который начинался как хобби, превращается в канал, который фокусируется на ветеринарной медицине, а именно на устройстве ветеринарных клиник в Америке, а также о возможности переезда для ветеринарных врачей в Америку или Канаду. Я думаю, что в дальнейшем мы будем фокусироваться конкретно на этой теме, и в зависимости от того, как у нас будет получаться, будем расширяться, или же, когда мы раскроем все необходимые темы, возможно, мы закончим эту деятельность. Очень часто мы говорили о том, как же переехать доктору в Америку и что для этого нужно сделать. Уже снимали какие-то определенные видео, брали интервью, и я думаю, кто-то нашел для себя ответы, но для кого-то это также остается непонятным. Вроде бы информация есть, а как же действовать, что нужно делать, никто и не понял. В этом видео я расскажу вам о том, какие шаги нужно пройти от начала до конца, с чего вообще начать, чтобы получить ветеринарную лицензию в Америке, если у вас уже есть образование ветеринара из другой страны. Поехали! Итак, давайте начнем. Какой же первый шаг? В первую очередь я хотел напомнить о том, что под каждым своим видео я оставляю ссылки, самые необходимые, которыми вы можете пользоваться для регистрации на экзамены и получения какой-то полезной информации. Допустим, если у вас, опять же, будут какие-то вопросы, вы можете написать мне в Instagram, Facebook, ссылки будут здесь. Для обучения я оставил также две ссылки, одна из них это на Merck Manual. Это книга, которую используют при подготовке к экзамену Навли, то есть все вопросы будут идти оттуда. Плюс, то, что касается гистологии, вы можете поучить по вот этой вот ссылке. Дальше. Здесь есть ссылки на программы по лицензированию. Одна из них это ECFVG, о которой мы сегодня будем говорить. Это та программа, которую можно проходить, точнее, начать подготовку к получению лицензии, не находясь в Америке. Программа PAVE – это программа, которая проходится здесь, на территории, когда вам нужно будет учиться при колледже последний год, скажем так, там 9 месяцев, не уверен, можно ли на нее податься в теории, на нее можно податься, находясь у себя дома, но она дорогостоящая, и мы сейчас ее упустим. Также у меня здесь есть ссылка на канал на английском, но на самом деле его сейчас не развиваю. Для подготовки к экзамену по BCAC и для подготовки к экзамену по Навли. Также, то, что касается Канады, вот здесь есть ссылка на регистрацию программы по Канаде. А первый шаг, с которого стоит начать, это нужно проверить, входит ли ваш университет в список EVMA. Мы переходим по этой ссылке, и здесь будем искать университет. Здесь по разным странам бывает немножко оно как-то запутанно расположено, поэтому потратьте время, если вдруг вы сразу свой университет не найдете, убедитесь, что вы попали именно, нашли все-таки свою страну, вот, допустим, российские университеты. Сначала я помню, как-то не мог найти Украину, потому что после... Как-то оно шло не по алфавиту, не совсем по алфавиту, допустим, вот. И потом вот я нашел Украину, допустим, мой университет Полтава есть, все. Когда вы удостоверились в том, что ваш университет находится в списке EVMA, это значит, что вы имеете право подаваться на эту программу. К сожалению, если вашего списка, если вашего университета в списке нет, это будет сложный процесс, потому что вам необходимо будет связаться с вашим университетом и попросить, чтобы они получили аккредитацию у EVMA. Не уверен, насколько университет будет готов пройти эту процедуру и пойти вам навстречу, но это возможно, потому что мой университет раньше не был аккредитован, и прошло время, только пока его аккредитовали. И тут я хотел бы поблагодарить Олега, это парень из Вашингтона, который учился на пару лет старше меня в Полтаве, и он первым начал путь по этой программе, и он был тем человеком, который сподвиг, скажем так, двинул это все, и наш университет получил аккредитацию, ему огромное за это спасибо. Вот, это был первый этап. После того, как вы удостоверились, мы переходим на ссылку сейчас, вернемся, чтобы не запутаться, мы находимся под видео. Есть программа по получению ветеринарной лицензии и CFVG. Вот это, вот так вот она будет выглядеть. Вы откроете страничку, здесь будет вся необходимая информация, вся необходимая информация для того, чтобы вообще понять, о чем идет речь, с чего начинать и так далее, и так далее, вам будут объяснять. Здесь будет ссылка, вот для того, чтобы начать, зайдите вот сюда. Дальше вы переходите, давайте сейчас, наверное, выйду, чтобы было более понятно. Когда вы перейдете по ссылке для регистрации, вот здесь она, sign in, да. Нажимаете sign in, и здесь вы уже можете регистрироваться на программу и CFVG. Это будет, скажем так, второй важный шаг. Но, перед тем, как вы это сделаете, один очень важный момент, который стоит для себя понять. Английский язык. Английский язык, он занимает порой больше времени, чем сдача экзаменов конкретно профессиональных. У каждого человека по-разному. В зависимости от того, какой уровень языка у вас, насколько вы себе уверены, вы должны таким образом планировать регистрацию на программу и CFVG. Потому что, если вы уже обладаете какими-то знаниями, и вы понимаете, что вам, в принципе, нужно полгодика для того, чтобы подготовиться, вы можете подготовиться, зарегистрироваться на CFVG и начать сдавать английский язык. Потому что, когда вы зарегистрируетесь на CFVG, уже после этого вам дается определенный срок, если я не ошибаюсь, это 7 лет. И за эти 7 лет вы должны получить лицензию. Если же вы этого не делаете, то вы пролетаете, можно сказать, и все, как бы, путь закрыт. Вот, для того, чтобы не потерять эту возможность, если вы не уверены в знаниях языка, сначала подтяните английский язык, а дальше уже потом регистрируетесь. Почему я говорю обдумать этот момент с самого начала? Потому что это еще будет зависеть от того, какой язык вы будете, какой экзамен вы будете сдавать по-английскому. Есть три экзамена. Есть Kyle, IELTS и TOEFL. Три самые основные. По сложности, многие говорят, что TOEFL является трудным, IELTS чуть-чуть полегче, Kyle еще полегче. Я сдавал IELTS, IELTS мне не хватило полбала, я сдал на 6, нужно было на 6,5 в разделе аудирования, и мне не хватило для того, чтобы пройти по критериям программы CFVG. Поэтому мне посоветовали, спасибо Саше из Нью-Йорка, он посоветовал мне Kyle. Вот, я сдавал Kyle. В чем преимущество Kyle, и почему я его советую? Во-первых, Kyle напрямую отправляет документы в AVMA, то есть вам не нужно будет ничего пересылать. После того, как вы зарегистрируетесь, они сами отправят ваши документы в CFVG. Вот почему я говорю, что нужно продумать момент касательно языка, потому что если вы сдадите Kyle, они отправят ваши документы вот сюда. Но если вас здесь еще нет, получается они отправили, а как бы непонятно куда отправили. Поэтому, если вы в себе уверены уже, что вы готовы сдавать, по крайней мере, вы можете выделить себе год на сдачу, тогда вы регистрируетесь и идете сдавать Kyle. Это было первое преимущество Kyle. Второе преимущество Kyle, он проще, его действительно легче сдать, критерии оценки не такие высокие, то есть они не так строго оценивают. Плюс здесь есть все необходимые материалы для подготовки, но это уже такой момент, кто как будет готовиться, каждому свое, ресурсов очень много, и вы в принципе найдете все необходимое, то, что вам будет нужно. Третий плюс Kyle в том, что вы можете сдавать экзамен из дому, у них есть онлайн экзамен, то есть вы будете находиться у себя дома, в квартире, там есть критерий такой, что никого не должно быть в комнате, но вам не нужно никуда ехать, то есть вы находитесь у себя дома, это очень комфортно, и это не затратно, и упрощенно, в общем здорово. Поэтому я советую Kyle, ну а там уже кому как легче будет даваться, какой из экзаменов, такой выбирайте. После того, как вы уже определились с языком, вы начинаете регистрироваться. Когда вы начинаете регистрироваться на программу CFVG, после того, как вы зарегистрировались, я сейчас залогинюсь и покажу. У вас будет вот таких вот 4 окошка. Сертификация, английский язык, Basic Clinical Science и Clinical Skills. Вот, сначала мы идем к сертификации. Все подтверждения, любые вообще манипуляции, которые вы будете проходить, все подтверждения будут приходить к вам на почту, по e-mail, то есть в принципе вы это все будете понимать и контролировать, или же вы можете контролировать непосредственно на этой страничке уже у себя. Сейчас я позакрываю ссылки на английский язык, чтобы немножко упростить, позакрывать лишнее, не путаться. Так, здесь есть вот 4 таких вот раздела. В первом разделе они попросят вас, ну они вначале проверят, оплатили ли вы. Дальше они попросят вас, чтобы вы отправили диплом с переведенным приложением к диплому, и он должен быть заверен нотариально. Вот, здесь это все будет указано. После этого вы будете ждать, как бы подтверждения, и у вас здесь будут появляться там approved, approved, approved. Здесь есть такой еще момент, например, как документы о прохождении, точнее выполнении хирургических операций. Эти документы в начале как бы процесса не нужно отправлять, вы их должны отправить уже непосредственно перед последним экзаменом, который вы будете проходить в Штатах. Поэтому за это сейчас можете не переживать, на этом не фокусироваться. После того, как они уже подтвердят ваш диплом, то есть они скажут вам, что да, ваш диплом является настоящим, точнее так, они примут сначала ваши документы, потом они свяжутся с вами по e-mail, и они вам скажут, мы отправим запрос в ваш университет, в деканат. Они попросят в деканате заполнить всего лишь одну бумажку. Эта бумажка очень простая, то есть свяжитесь с вашим деканатом, попросите их, чтобы они посодействовали. Там они попросят, чтобы написали просто название университета, что вы учились с такого-то, по такой-то, ваше имя, фамилия и подпись декана или там человека, который будет ответственный. То есть все, не нужно там ничего усложнять. Такая вот простая одна бумажка, они попросят, чтобы деканат заполнил и отправил обратно по e-mail. Как только они получат ее обратно, тогда у вас будет уже подтверждение вашего диплома и подтверждение вашей сертификации. Это значит, что вы допущены к программе и вы можете проходить следующий этап. И как бы в их понимании следующим этапом является английский язык. Но, как я рассказывал ранее, английский язык вы можете сдавать уже заранее, перед тем, как вы пойдете на программу, но лучше так это запланировать, чтобы вы сдали его приблизительно в те сроки, когда как раз вы уже зарегистрируетесь на программу. Дальше. В зависимости от того, отправляете ли вы документы сами или же если вы сдаете Kyle, и Kyle все направляет, у вас потом появится обновленная информация и здесь будет написано, прошли вы или не прошли. Вот у меня approved. То есть они подтвердили, что я сдал язык и как бы все прокатывает. Они мне написали в письме, что я набрал минимальное необходимое количество, вот, ридинг не учитывался, поэтому здесь оценки нет. Но я набрал минимальное количество по Kyle и как бы, как там, победителя не судят. В общем, движемся дальше. Следующим шагом будет письмо, которое они вам пришлют касательно BCC. Так, давайте перейдем к имейлу, я объясню, в чем здесь суть. Они вам пришлют такое вот письмо, там где будет указана ваша ID, и здесь будет полностью расписано, как же вам зарегистрироваться на экзамен по BCC. То есть напоминаем, что вы находитесь у себя дома, да, вам не нужно ехать в Америку, вы находитесь у себя дома. Переходя по ссылкам, которые они вам дают, вы сможете перенаправиться на вот этот вот сайт, на котором можно регистрироваться. Здесь вам нужно будет немножко пошуршать, посмотреть локации, выбрать страну, в которой они предоставляют возможность сдавать язык, и для себя спланировать, в какую страну вам легче всего будет попасть, сделать туристическую визу, или у вас уже открыта виза, и так далее, и так далее. И потому что я не уверен, что как бы именно в вашей стране будет возможность сдавать этот экзамен, но в какой-то из европейских стран будет возможность его сдать. Вот, вы выберите для себя эту страну по вашему коду, который они вам выслали. Это номер ATT называется, сейчас я вам покажу, где-то не здесь, вот, тест ATT. Вы укажете, зарегистрируетесь, вам дадут confirmation number, дадут уже, как бы, подтвердят appointment, и дадут адрес. Вот, это будет второе письмо, так, чтобы не запутаться. Второе вот письмо, вот у меня есть, допустим, подтверждение, сейчас, если я сюда перейду, так будет проще, вот у меня есть подтверждение, когда, где, во сколько, и так далее. Уже после того, как у вас есть подтверждение, дальше ваша задача подготовиться, напоминаем о том, как мы готовимся, мы, опять же, идем под одно из видео, в ссылку, и здесь есть ссылка на ZUKU, BCAC. Все ребята, которые готовились к экзамену по BCAC, они практиковали ZUKU, они говорят, что он более комфортный, потому что, если ты, допустим, сдаешь через ветпреп, через второй ветпреп, он более глубокий, и для BCAC он очень сложный. То есть, здесь у вас, вы уже, когда покупаете себе эту программу, ее можно купить на полгода, у вас будут различные секции, и по этим различным секциям в дальнейшем вы уже, как бы, будете готовиться. Вот, мне осталось пройти одну секцию, дальше я уже буду повторять. Вот такой вот момент. Так, вы готовитесь к ZUKU, и параллельно, конечно, вы смотрите, как вам попасть в ту страну, в которую у вас будет экзамен, потому что, ну, не факт, что вы можете туда без визы въехать. После того, как уже сдаете BCAC, здесь у вас будут обновления, уже будут оценки, и вам придет письмо, так как я до этого этапа еще не дошел, следующим этапом будет NAVLE. Вот, опять же, на e-mail, на e-mail придет письмо касательно NAVLE, там они расскажут, что и как, они расскажут, где можно зарегистрироваться, NAVLE сдается два раза в году. Вот, и переходя по ссылкам, так же самоидентично, вы смотрите локацию, где вы можете сдавать NAVLE, смотрите, возможно ли вам получить в эту страну визу безболезненно, вот, и регистрируйтесь на NAVLE. Для того, чтобы подготовиться к NAVLE, вы переходите на VETPREP, к NAVLE можно готовиться по ZUKU, можно по VETPREPU, большинство людей советуют к NAVLE готовиться конкретно по VETPREPU, похожая программа на ZUKU, но немножко она идет другого формата, я еще не покупал здесь экзамен, но вы можете зарегистрироваться, точнее не покупал подготовительную информацию. Вот, вы регистрируетесь и так же само готовитесь к экзамену по NAVLE по вот этому вот сайту под названием VETPREP. Сдаете NAVLE, и после того, как вы уже сдаете NAVLE, когда у вас будет последнее письмо о том, что вы сдали NAVLE, уже на основании этого вы можете искать себе работу в Америке и подаваться на рабочую визу в Штатах. Таким образом, когда у вас будет человек, который проспонсирует клиника, который проспонсирует вашу визу, вы приезжаете туда, и примерно через 3 месяца, вам хватит примерно 3-4 месяца на подготовку, вы идете и сдаете последний экзамен, который называется Clinical Skills. Там идет ряд экзаменов, он будет связан с хирургией, анестезией, осмотром животного, ну, как бы до этого еще нужно дойти, это будет сдаваться все в Америке. Но это вот такой вот путь, как вы можете, находясь у себя дома, не приезжая в Америку, получить лицензию и в дальнейшем переехать и уже практиковать в Штатах. Я надеюсь, что это было вам полезно, и если будут вопросы, обязательно пишите, можете, слишком быстро прыгал и перескакивал, но в целом, мне кажется, что все плюс-минус понятно. Это путь очень сложный, он не может быть легким, иначе его бы выполняли все, и все бы проходили, и так делали. Еще одна вещь, которую я хотел напомнить, я в конце каждого видео делаю такой вот маленький опрос, это не связано с тем, чтобы поумничать и позадавать какие-то вопросы, порой они кажутся странными, но эти все вопросы я беру из экзаменов, которые будут у вас, если вы будете проходить лицензирование, то есть это такая дополнительная подготовка, и почему я это делаю, я просто хотел как бы смотивировать ребят в первую очередь, и во вторую, человек, который до мая месяца наберет самое большое количество правильных ответов, как я и обещал, я подарю книгу по фармакологии Плампа, вот, поэтому есть такая мотивация и поучиться, и через пару месяцев выиграть хорошую, качественную книжку. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, я надеюсь, оно было для вас полезным, вы нашли для себя определенные ответы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и благодаря вашим комментариям и лайкам мы можем продвинуть это видео вперед, и больше людей узнают эту информацию. Берегите себя и своих родных, занимайтесь учебой, развивайтесь, пусть у вас все получится. До новых встреч, пока-пока. Итак, ответы на вопросы, сейчас мы поговорим о предыдущем видео, и два видео назад, то есть, там был вопрос касательно атропина, у каких животных его нельзя использовать, не нужно забывать о том, что мы говорим не только о мелких животных, но также о крупных, потому что экзамены будут проходить по всем видам животных, вот, его нельзя использовать у лошадей, потому что они могут притормозить моторику и, в общем, провоцируют возникновение колик. Следующий был вопрос касательно нуклеации, когда во время операции врач прикасается к глазному яблоку, а почему частота сердечных сокращений уменьшается? Есть такой рефлекс, который называется окулокардиак рефлекс, за счет повышения внутриклазного давления понижается частота сердечных сокращений. Дальше еще были вопросы касательно КУМП-тест, правильный был ответ это АМХА, также был вопрос касательно абсцессов у собак, какие из зубов чаще всего приводят к образованию абсцессов, это верхние премоляры, и последний был вопрос касательно гипотермических пациентов, при температуре, как они пишут, 99 по Фарниейту или же 37 по Цельсиусу, необходимо выключить обогрев. Теперь пара следующих новых вопросов, первый вопрос это какую структуру во время установления катетера в венуцефалику можно перепутать с веной и получается уколоть. Вот, варианты ответов будут даны, это очень простой вопрос, поэтому я думаю многие с ним справятся. Следующий интересный вопрос, собака с тораколюмбарной болью, повышенная температура задних конечностей, атаксия. Во время неврологического экзамена нервоскутенеострунси, точнее его рефлекс, он доходит только до первого поперечного позвонка, до L1. В какой области или какой части позвоночника скорее всего повреждения. Продолжение следует...